Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим заседание рабочей группы по подготовке усовершенствованного варианта концепции учебного курса истории России в общеобразовательных организациях Российской Федерации. Но прежде чем начать, я хотел бы сделать совсем короткое отступление. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим заседание рабочей группы по подготовке усовершенствованного варианта концепции учебного курса истории России в общеобразовательных организациях Российской Федерации. Но прежде чем начать, я хотел бы сделать совсем короткое отступление. Прошу прощения, уважаемые коллеги, небольшой сбой произошел. Я продолжаю. Итак, короткое отступление. Наша встреча проходит в особую дату. 17 июня 1941 года, всего за пять дней до вероловного нападения гитлерской Германии на нашу страну, руководитель советской внешней разведки Павел Михайлович Фитин вместе с наркомом госбезопасности Меркуловым лично докладывали Сталину о предстоящем нападении фашистской Германии на Советский Союз. В докладе прозвучала и точная дата и время начала Второй мировой войны в ночь на 22 июня. Однако Сталин не внял многочисленным доводам и аргументам разведки, которые шли вразрез с его собственным восприятием и ощущением политики, которую проводил в то время Гитлер. К сожалению. Ну и теперь главная тема нашей сегодняшней встречи. Уважаемые коллеги, непрерывный процесс накопления новых знаний побуждает нас периодически выносить коррективы в образовательные программы. Напомню, что в 2013 году Российское историческое общество завершило большую работу над концепцией нового учебного методического комплекса преподавания истории в средней школе. Этот документ лег в основу нескольких новых линеек учебников и на сегодняшний день по этим пособиям обучается большинство наших школьников. Несколько месяцев назад в Российское историческое общество обратился министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов с просьбой подготовить усовершенствованный вариант концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Этот документ призван дополнить концепцию учебно-методического комплекса по отечественной истории и развить ее основные положения применительно к реальной учебной практике. В проекте также обозначено отношение нашего сообщества, российского исторического общества, к необходимости совершенствования механизмов экспертизы учебно-методической литературы по истории. В первую очередь по региональной истории. Считаю, что они в любом случае не должны противоречить историко-культурному стандарту. И уверен, что Российское историческое общество может стать площадкой для проведения такой экспертизы. Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит обсудить проект концепции, который подготовила рабочая группа РИО под руководством Александра Аргановича Чубарьяна и Андрея Евгеньевича Петрова. Полагаю, что выражу общее мнение. Историко-культурный стандарт, являвшийся смысловым ядром концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории, должен войти и в усовершенствованный вариант разработанной концепции преподавания учебного курса «История России». Напомню, что на прошлом общем собрании нами было принято решение расширить текст историко-культурного стандарта вплоть до современности, включив в него, прежде всего, такое эпохальное событие, как воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также закрепив другие важнейшие исторические события последних лет. Эти коррективы обязательно должны быть учтены. Еще раз отвлекаясь от основной темы, обсуждения которой мы начнем сразу после моего короткого выступления, я хотел бы сказать следующее. В этом году Всероссийский конкурс сочинений, школьных сочинений, дополнился новой номинацией, посвященной 100-летию службы внешней разведки. Я благодарю Министерство посвящения Российской Федерации за это принятое решение. Не раз говорил о том, что история отечественной внешней разведки – это неотъемлемая часть истории России. И размышлять о ней, в том числе и письменно, это невероятно интересное занятие. Я приглашаю всех российских школьников к участию в этом состязании. В конце года мы с коллегами подведем итоги этого конкурса и планирую лично наградить победителей. Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Батян, знаменитый разведчик, легендарный майор Пихарь, к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы. Сегодня мы вместе с руководителем Федерального агентства связи Олегом Геннадьевичем Духовницким проведем церемонию гашения памятной марки, посвященной этому выдающемуся человеку. Учитывая текущие обстоятельства, церемония проходит в удаленном формате. Чуть позже мы, конечно, обменяемся гашенными марками, как это и принято. Давайте проведем эту церемонию. Уважаемые дамы и господа, для гашения художественной марки был изготовлен специальный памятный сувенирный штемпель. На штемпеле указано сегодняшнее число, 17 июня 2020 года. Этим штемпелем делается оттиск, конверты подписываются участниками церемонии гашения. Тираж 85 тысяч экземпляров, номинал 40 рублей. На художественной почтовой марке изображен портрет Алексея Николаевича Батяна и медаль «Золотая звезда». На фоне изображение достопримечательностей города Кракова. Алексей Николаевич Батян был выдающимся разведчиком, участвовал в обороне Москвы, сыграл значительную роль в сохранении города Кракова от разрушения немецкими войсками. Федеральное агентство связи и акционерное общество «Марка» в своей филаталистической деятельности особое внимание уделяют патриотическому воспитанию граждан. Выпуски государственных знаков почтовой оплаты посвящают выдающимся личностям и памятным историческим датам. Художественные почтовые марки, посвященные Алексею Николаевичу Батяну, сегодня поступили в почтовое обращение, и граждане нашей страны получили возможность использовать их для отправки своей почтовой корреспонденции по стране и всему миру. Церемония гашения подходит к концу. Спасибо. Благодарю Олега Геннадьевича Духовницкого и хотел бы попросить Олега Николаевича сказать несколько слов. Пожалуйста, Олег Геннадьевич. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич. Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые коллеги. Уже стала добрая традиция... Олег Геннадьевич, одну... Прошу внимания, звука нету. Прошу прощения. Слышно сейчас, да? Олег Геннадьевич, вам надо включить звук. Да, все вроде бы подключили. Сергей Геннадьевич, слышно, нет? Нет, пока не получается. А нам слышно. 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 Олег Геннадьевич, давайте еще раз попробуем. Прошу вас. Да, Сергей Геннадьевич, сейчас слышно? К сожалению, нет звука. Сергей Геннетевич, а нам слышно? Слышно? А, ореген Даль, всем слышно? К сожалению, получается так, что я слышу и я. Прошу вас. У нас у всех слышно, кроме Сергея Геннадьевич. Стало доброй традицией... Давайте еще раз попробуем. Прошу вас. Да, Сергей Геннадьевич, сейчас слышно? Сергей Геннадьевич, слышите меня? Слышим, хорошо, спасибо. Спасибо. К сожалению, нет звука. Спасибо большое. Сергей Евгеньевич, а нам слышно? Сергей Евгеньевич, а нам слышно? Сергей Евгеньевич, а нам слышно? Это специальная операция, связанная с освобождением Кракова, древней столицы Польши, где Алексей Николаевич был участником этой операции и его возглавлял. И этому был посвящен соответствующий фильм «Майор Вихрим». Очень интересная такая художественная картина. Я уверен, что подвиг героя Российской Федерации полковника Алексея Николаевича Батяна в целом и навсегда останется в памяти его родных и близких, сослуживцев, друзей. И сегодняшнего дня будет писан историю отечественной филателии. Я со своей стороны, со стороны всего Федерального агентства связи желаю участникам сегодняшней встречи. Это непростое время крепкого здоровья, всего самого на лучшее и благополучия вам и вашим близким. Мы со своей стороны продолжаем работу над выпуском марок, посвященной тематической направленности связи с историей нашей Родины. Ну и я прошу всех собравшими забивать, собирать марки. Это очень интересное и увлекательное событие и занятие. Спасибо большое. Всех, всем здоровья, всем удачи. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за добрые пожелания и за наше такое постоянное и плодотворное сотрудничество. Уважаемые коллеги, мы возвращаемся с вами к главной теме сегодняшней встречи. И я попросил бы выступить Владимира Ростиславовича Мединского, помощника президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического общества. Пожалуйста. Слышно меня, да? Да, сейчас слышно. Слышно. Звук работает, да. В 2014 году, когда состоялась встреча Владимира Владимировича Путина с авторами концепции, как тогда называли, единого учебника истории, был поставлен целый ряд задач. Я вот прямо позволю себе цитату. Единые подходы к преподаванию истории не означают казенное, официозное, идеологизированное единомыслие. Но при всей разности оценок мы должны с уважением относиться к нашему прошлому, потому что это жизнь нашего народа, жизнь наших предков. Ничего нельзя преувеличивать и нос задирать по каждому поводу и без повода. Но, повторюсь, главная стержневая линия, которая, на мой взгляд, должна проходить через курс преподавания истории, объективность, непредвзятость, уважение к собственному прошлому, любовь к своей родине. Совершенно очевидно, уважаемые коллеги, что связывает людей, которые проживают в одной огромной стране, самой большой стране в мире. Вы знаете, на эту тему ведутся бесконечные дискуссии. Я недавно слушал выступления двух историков, которые договорились до того на радиостанции, что вообще ничего не связывает, кроме единой территории. Забыли и про язык, и про идею, и про прошлое, и про все. Мне кажется, что здесь, как с семьей, как, по крайней мере, как в хорошей семье, что мешает, что держит страну вместе? Это чувство ответственности друг за друга, скрепленное общими воспоминаниями, общей памятью, общими интересами, то есть общим прошлым. И готовность вместе работать сегодня и вместе строить совместное будущее. Исходя из этого, мы понимаем, что без общего прошлого, без фундамента нашей нации и государства, будущего тоже быть не может. Или, как кратко говорится, без прошлого нет будущего. Вообще, когда мы произносим слово «урок истории», школьный урок истории, оно исполнено многих смыслов, потому что сама история – это и есть учебник важных уроков для нашей жизни. Один из главных уроков нашей истории заключается в том, что единство страны, ее суверенитет является сквозной идеей, которая обеспечивает сохранность и процветание нашего государства. Мы говорим, что сейчас год проходит под эгидой 75-летия Победы. Осенью, я напомню, мы будем еще ведь и с вами вспоминать 100-летие завершения гражданской войны в нашей стране. И это тоже даст нам очень серьезные уроки, и об этом стоит всем профессиональным историкам, мне кажется, серьезно поговорить. Я считаю, что, конечно, не нужно замалчивать неприятные страницы нашей истории, как раз смысл заключается в том, чтобы извлекать уроки. Но наша задача заключается и в том, чтобы, говоря о прошлом, мы говорили и о ценностях, которые нас объединяют. Историческая память не должна быть мертвым грузом, который тянет назад, а наоборот смысл ее вдохновлять на будущее свершение. В нашей истории нет важных и неважных периодов, нет хорошего времени и плохого времени, нет черно-белых оценок, она вся взаимосвязана. И вот как усовершенствовать концепцию преподавания, чтобы донести эту мысль о единственной непрерывности нашей истории до каждого школьника и сделать ее максимально интересной, вот это, мне кажется, в этом и задача авторов всех учебников, авторов соответствующих концепций. Говоря непосредственно о преподавании истории, я еще хотел бы сказать одну мысль, может быть, достаточно революционную. Но я об этом говорил неоднократно, говорил и Ольге Юрьевне в ее бытности, министром образования. И предыдущему министру образования, я уверен, что и Сергею Кравцов об этом задумается. Но самое главное, что мне кажется, эту идею не могут не поддерживать многие профессиональные историки, которые работают непосредственно со школой. Вопрос в чем? Я уверен в том, что мы должны в большей степени рассматривать изучение истории нашей страны в школе в контексте всемирного исторического процесса. То есть рассматривать ее синхронно с историей мировой. Это сложно. Это несколько противоречит сегодняшнему принятому на протяжении многих десятилетий подходу, когда сначала изучается история нашей страны, потом и совершенно отдельная история зарубежных стран, потом опять возвращаемся к изучению другого периода истории нашей страны. И получается в голове такой, знаете, исторический винегрет, поскольку школьники не соотносят, что происходило у нас в это время и что происходило в это же время во всем мире. Ну, я приведу простой пример, который я всегда, еще преподавая ему, задавал студентам, говорю, ну, трех мишкедеров все знают, и расскажите мне, что было в это время во Франции. Подробно, интересно рассказывать. А что было в это время в России? Вот в эти же годы, знаете, повисает такая пауза, и все начинают сразу смотреть, у кого есть телефон, начинают смотреть Википедию. Потому что процессы разорваны. А если мы будем изучать нашу историю в большей степени синхронно, то мы начнем лучше понимать, что нового в жизни нашего народа приносило иностранное влияние, поскольку новое и в культуре, и в науке, в экономике, в технике. И невозможно понимать собственную уникальность, не считая себя частью мирового процесса. Мы сможем лучше понимать какие-то моральные понятия, в конце концов, добра и зла. Это с нашей точки зрения многие события, которые происходили в прошлом, получают однозначную оценку. Особенно, возьмем, Средневековье, Новое время. А если мы сравним с тем, что в это время происходило во всем мире, как там ценилась человеческая жизнь, какие там были законы, какие были нравственные устои. Это позволит нам немного под иным углом посмотреть, в том числе и на историю нашей Родины. Как влияли события в других странах, и как соотносились они с происходящим сейчас. Мы изучаем историю империи Карла Великого в школе, но при этом не до конца школьники понимают, что в это же время еще одно государство сопоставимого масштаба было создано нашими предками, звали их Рюрик и Олег. В это же время равенство заключается в том, что государство Рюрика просуществовало на несколько столетий больше, чем Карла Великого. Почему это произошло? Какие были предносылки? На Западе были крестовые походы, а у нас были походы киевских князей в Великую Степь. Я уже не говорю о том, что мы должны заострять внимание на том, что Россия давала мир. Я имею в виду не только Великую культуру, литературу, музыку, законы Менделеева, космос и так далее. Но я говорю и о социальном влиянии, о влиянии революции 17-го года, о влиянии и последующего после этого распада колониальной империи, национально-освоительного движения во всем мире. О том, как неоднократно Россия спасала мировую цивилизацию, в первую очередь, европейскую от погружения в причину варварства. Это было не только в 45-м году, это было и в начале 19-го века. Мы можем и дальше посмотреть. Владимир Владимирович, я обращаю внимание на время. Да, я вот, а я, собственно, заканчиваю. Поэтому я с большим удовольствием послушал авторов концепции. Мне кажется, что тема, которая поднимается сегодня, исключительно интересна и важна. И очень своевременно. Спасибо за приглашение. Но я надеюсь, что это будет только первый шаг, Сергей Евгеньевич, в нашей общей работе. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Прежде чем предославить слово следующим выступающим, уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить, у нас сегодня большое количество участников нашей встречи, желающих выступить очень много. Поэтому я прошу у всех придерживаться регламента. Выступление 5, ну максимум 7 минут. Следующий выступающий Александр Иоганович Чубарьян. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, у нас действительно сегодня важная задача. Я думаю, что то, что было сказано Сергеевичу в самом вступительном слове, мы должны посмотреть на новую концепцию. Я бы сказал, я посмотрел сравнение новой и старой концепции. В общем, она усовершенствована концепцией, которая была, и это правильно, с учетом опыта преподавания, которое проходило в эти годы. В принципе, у меня не вызвало больших возражений концептуальные подходы к изучению отечественной истории. Но я думаю, что в концепции есть один очень важный момент, который мы сегодня должны рассмотреть. Дело в том, что у нас все-таки прежняя концепция доходила в основном это были девять классов. И в последние годы было решено несколько проблем с десятым классом. Я думаю, предлагаемая в концепции идея распространить на одиннадцатый класс изучение 20 века, мне кажется, это разумное и предложение, которое может быть принято. Второй принципальный момент, который есть, это связан с, о чем было сказано, региональная история, история своих регионов. Я поддерживаю идею, чтобы в общем был какой-то определенный общий подход. Мне кажется, что мы могли бы в рамках российской истории собственно подготовить некую общую рамку подготовки и создания истории региона. Это не мешать, что вы их, так сказать, содержать участие, но это определенные рамки. В общем, эти рамки, мне кажется, должны быть больше связаны с культурой и этническими процессами, особенно с ними в основном развитии регионов. Третий момент, о чем я хотел бы сказать, о чем сейчас говорил Владимир Ростов. Это проблема синхронизации. Я думаю, что предпринятая попытка в концепте дать какие-то некоторые варианты синхронизации культуратцам, она заслуживает внимания, но мы могли бы еще дополнить ее и судить позднее. Следующий момент, о чем я хотел сказать, что я очень поддерживаю идею, чтобы мы базировались все-таки на стандарте, который был утвержден. Было бы опасно, если бы после нашего заседания среди учителей привелось бы идею, что есть какой-то новый подход, необходимость и содержать на стороне этого историко-культурного стандарта. Я думаю, что это было пробировано. И у нас проводилось два съезда учителей, большим количеством учителей, более тысячи. У нас были региональные и зональные заседания. В общем, учителя поддерживают этот стандарт и в большой мере, хотя они полностью поддерживают свое преподавание на это. Но у нас нет главного момента. У нас нет распоряжения Министерства просвещения об этом стандарте. Это говорили все учителя. Поэтому я думаю, что, Сергей Евгеньевич, одно из результатов нашей встречи, должно быть обращение к министру просвещения, чтобы этот документ вышел к мотиву никакого стандарта. На этих фотографиях мы видим Александра Второго со своими детьми. Мы знаем, что этот стандарт был прожим президентом, но я думаю, что такой мотив был убывал. И великая книжная Мария Александровна. Я думаю, что в результате преподавания и заседаний были некоторые корректины с отчлением к министру стандартов. Штеков также получил дачу тоже должна быть нами поставлена в честь и пожелания, которые были. Подарок. Но наибольшее количество, конечно, что мы не знаем, что в Китае нашли дар предстоит платить, но в Китае много разных нареканий. Поэтому вот здесь надо обсудить как-то антифетическое. Нужно какой-то все-таки выработать общий критерий, общий принцип. Кто может быть включен в эти персоналии? Я думаю, что это тоже задача, которую можно сделать на основе работы на... Даградеон медалями к родим-китетским и норвежским, князем болгаровским. Спасибо, Александр Аганович. Шаха Персидского, императора Японии. Попрошу выступить Андрея Евгеньевича Петрова. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Очень интересные уже основные такие... ...приятия, награды, основные... ...внесение ее в посредственной список. Установочные такие вещи прозвучали, и Сергей Евгеньевич очертил смысл той работы, которой мы занимались. Александр Аганович уже... Я прошу прощения, параллельный текст у всех идет? Да. К сожалению, да. Александр Аганович, операторы подсказывают, что это с вашей стороны идет параллельный текст. У всех идет параллельный текст. Да, да. Источником является, значит, пункт, с которого вещает Александр Аганович. Александр Аганович, попросите, пожалуйста, ваших коллег отключить, исправить эту ситуацию. Пункт, скачая... ...соизволение на внесение в посредственной список уходило из Москвы в Петербург и обратно месяц-полтора. Вот вот рапорт коммерфурьера Эйнштетова. Пока не получается. Вручение, поднятие... Перекричать. Андрей Евгеньевич, я вас попрошу говорить погромче. Пока операторы пытаются исправить эту ошибку. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я постараюсь тогда почетче говорить. Я хотел бы обрисовать те работы и те мероприятия, которые мы проделали в течение прошлого. Работа началась в прошлом году. И вот первой половины этого года. Старт нашей работе по анализу внедрения нашей с вами концепции 2014 года, он был дан на общем собрании летнем прошлого года. И мы обновили состав рабочей группы, которая уже давно сформирована на площадке Российского исторического общества. Осенью прошлого года состоялось очень содержательное и интересное заседание этой рабочей группы, в которой были представлены результаты анализа внедрения концепции в учебную практику со стороны Министерства просвещения и Рособрнадзора. Мы тогда увидели о том, что у нас школы страны в принципе обеспечены новыми учебными пособиями, теми линейками, которые были отобраны Российским историческим обществом в 2014 году, что идет системная работа по повышению квалификации учителей, по подготовке наших учителей и адаптации их навыков методических к новой концепции. И тогда же встал вопрос о том, что одним из дефицитов и одним из пожеланий нашего учительского сообщества является то, что концепция, как Александр Аганович сейчас сказал, концепция не имеет должного даже ведомственного статуса. У нее очень большой и моральный можно сказать авторитет и на основе концепции создаются контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации к экзамену нашему в одиннадцатом и девятом классе. На основе нашей концепции созданы примерные основные образовательные программы. Я знаю, что идет, что наша концепция в полной мере учтена в той разработке, но обновление федеральных государственных образовательных стандартов, ну, сама она естественно соответствует тому в ГОСу, который действует на сегодняшний момент, но статус концепции, который на сегодняшний день утверждается коллегией Министерства Просвещения, очень поможет в текущей работе нашим учителям, вообще нашей системе образования, школам, педагогическим советам, педагогическим коллективам. Поэтому мы принялись вот за эту работу, наша редакционная группа принялась за такую работу, как Сергей Евгеньевич уже обозначил, усовершенствованный, назвал это усовершенствованным вариантом концепции. Даже не столько усовершенствованный, а адаптированный к тому формату, который принят для концепций, которые утверждает Министерство Просвещения. Значит, вкратце обрисую, что получилось. Нашим главным принципом был сохранение той концепции, которая была разработана в 2014 году, как своего роза общественной консенсусы, общественной договоренности, после очень таких бурных споров, которые проходили в общественном пространстве. Поэтому мы постарались минимально вмешиваться в те тексты и формулировки, были выработаны и, можно сказать, выстраданы в этих спорах. Какие принципиальные вещи вошли в эту концепцию? В эту концепцию вошли сформулированные основания для перехода на полный линейный цикл. линейка была доведена только до 10-го класса. Соответственно, сейчас мы предлагаем расширить ее до 11-го, и это значительно увеличит возможности для преподавания истории 20-го века, современной истории. Разделы по истории войны Великой Отечественной позволят увеличить, и это Александр Главович уже сказал об этом, я считаю, это очень важное принципиальное новшество, которое в усовершенствованном варианте внесено. Значит, мы зафиксировали, и это сделано, это новое, то, что сделано по сравнению с предыдущей концепцией, зафиксировали, синхронизацию курсов отечественной и всемирной истории. Специальный раздел, приложенный к этой концепции, короткий, показывает основные темы, которые проходят, необходимо проходить в тех или иных классах. Определена позиция в отношении проведения обязательной проверки учебных достижений всех учащихся основной и старшей школы. Пока мы предлагаем остановиться на форме контрольной работы, но обязательной для всех школьников. Установлен принцип соответствия концепции и историко-культурному стандарту при подготовке и оценке учебников по истории России и учебных пособий по региональной истории культуры. В концепции также предлагается рассмотреть вопрос о возвращении экспертов российского исторического общества к экспертизе учебников учебных пособий, потому что после двух изменений порядка формирования перечня учебников, федерального перечня учебников, на сегодняшний день российское историческое общество оказалось отключено от этой экспертизы и этот дефицит необходимо восполнить. Ну и проведена небольшая, но точечная, выверенная содержательная работа. Ну, например, поступали обращения к нам о необходимости уточнения некоторых терминов и приведения их в соответствие с той исторической хронологией, которая существует. Это сделано и вы эти предложения в проекте концепции могли увидеть. Ну и самое главное сделана та работа, о которой говорил Сергей Евгеньевич и это совершенствование раздела по новейшей истории России. Значит, этот раздел представлен в новой редакции и я уверен, что все внимательно с ним ознакомились. Извините, если задержал немножко Сергей Евгеньевич. Спасибо. Передаю микрофон Юрию Александровичу Петрову, директор Института Российской Истории Российской Академии Наук. Пожалуйста, Александрович. Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Приятно видеть всех сегодня, хотя бы пока на экране. Надеюсь, что скоро встретимся лично. Говоря о новой концепции, я бы прежде всего отметил, что те вещи, которые сегодня прозвучали, чтобы учеников воспитывать в духе патриотизма и единства нашей истории, всех ее периодов и синхронизации с историей мировой, все эти вещи там уже продуманы и, я бы сказал, заложены. Вместе с тем, я бы хотел подчеркнуть, что тот стандарт, который был доработан, историко-культурный стандарт, он в основе остался, конечно же, прежним. точечные изменения необходимые внесены, но в частности включили такую тему, как засечные черты в средневековой Руси, очень важная и сейчас активно изучаемая тема. То есть мы взяли последние наработки исторической науки, археологии и добавили точечно в этот историко-культурный стандарт. Что касается постсоветского периода, периода современной России, то это действительно потребовалась работа более детальная, более серьезная, поскольку, во-первых, время прошло достаточно много, во-вторых, в предыдущем стандарте 2014 года мы остановились на Сочинской Олимпиаде, сейчас уже более важные, не более, а новые важные события произошли в нашей истории и нам казалось, что очень важно, чтобы ученики изучали свой период истории, тот, который у них на глазах происходит, о котором рассказывают их родители, поэтому последний, вот этот 30-летний уже скоро будет период российской истории, он, мне кажется, нуждается в такой более тщательной проработке, и в стандарты эта тема внесена, я бы хотел подчеркнуть, что усилиями наших ученых на основе новейших разработок современной истории России, этот раздел, как мне кажется, получился достойным, соразмерным, другим периодом, которые в нашей истории, которые получили отражение в стандарте. Ну и последнее, я не хочу здесь много времени, конечно, занимать, мне кажется, что идея преподавания истории России 20 века в 10-11 классе это идея давно назревшая и нами она неоднократно выражалась и то, что сейчас министерство услышало и отреагировало уже в этой концепции на эту идею, это очень хорошо. Вопрос другой, как это сделать, но я исхожу из того, что мы академические историки в основном занимаемся тем, чему учить детей, а как учить и организовывать периодический процесс, освобождать часы для преподавания за счет каких-то, может быть, других, менее актуальных тем, а что может быть более актуальным, чем история России 20 века, вот тут неоспоримо, значит, нужно найти и я рассчитываю, что Министерство просвещения найдет этот ресурс и включит как бы на этот курс так, чтобы наши ученики хорошо знали свою историю 20 века. И последнее, по регионам, я думаю, что ситуация здесь в целом поправляется, и мы, наше историческое сообщество, оно уже не первый год обращается к этой теме, работала и работает и комиссия в Академии наук, которая следит за учебниками региональными, и есть разные формы нашего сотрудничества, например, коллеги из Татарстана меня пригласили быть ответственным редактором истории Татарстана и татарского народа, я с удовольствием согласился, и наше сотрудничество, пользуясь случаем передаем привет Рамилю Равиловичу Харудинову, наше сотрудничество развивается достаточно успешно, но очевидно, что здесь нужны некоторые системные шаги, и вот идеи привлечения экспертов РИО к этой теме, и нашей более тесной кооперации, совместных каких-то решений и шагов, эта идея остается актуальной, и надеюсь, что мы к этому и придем. Завершая, я еще раз бы хотел подчеркнуть, что стандарт, который в 2014 году мы все вместе наше сообщество подготовили, он показал свою жизнеспособность, он прошел апробацию в школах, учебники, подготовленные на его основе, прошли экспертизы и уже вошли в педагогический оборот, то есть это наш продукт уже действует в педагогической сфере, и сейчас мы должны сделать так, чтобы некоторые шероховатости, скажем так, устранить, и эту концепцию вместе со стандартом довести до максимального совершенства. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Прошу выступить Вячеслава Алексеевича Никонова, председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. пять из которых умерли в блаженчестве и детской годы. Сприемница его дочери моей была в 1760 году. Я слышу что угодно, но только не вас сейчас. Слышу вас, говорите, пожалуйста, погромче. Все-таки у кого-то в компьютере что-то играет. Получается текст, который нам мешает. Здесь схема представлена о родственных связях и колочах и обладе. Сергей Евгеньевич, я с интересом прочел концепцию, естественно, вспомнил ту работу, которую мы вели в прошлые годы. Концепция здесь преемственность очевидна. В то же время я вижу, работа проделана очень большая. Концепция улучшена, поэтому я поздравляю разработчиков. Что касается я согласен практически с тем, что здесь было сказано, от себя три, наверное, коротких замечания. Первое, Владимир Владимирович Путин не так давно знал, и на мой взгляд, совершенно правильно, что на Россию можно смотреть как на цивилизацию. Вот никакого намека на то, что Россия является отдельной цивилизацией, другсостоятельной цивилизации. Концепции, конечно, я не обнаружил. Взгляд на российскую историю, этим страдала и предыдущая концепция, который взгляд немножко извнеет. Страны Европы, Запада, такая западоцентричная все-таки динамичная модель российской истории, нам надо больше все-таки потемлить на российскую почву и посмотреть на нашу внутреннюю развитие, который должен быть интересный, абсолютно согласен в общее мировые тенденции. Сейчас это скорее тенденции не общее мировые, а развитие западной цивилизации просматривается по очень многим разделам, особенно в 19-м. Дальнейшая разработка, я думаю, должна идти в этом направлении. Кроме того, вчера на заседании нашего кандидата мы как раз в первом чтении рассматривали законопроект, несенный президентом о воспитании. И там поставлены очень серьезные задачи в этом направлении. Я абсолютно уверен, что в эту сторону, в этом направлении концепция еще следует поработать. И последнее короткое замечание касается вот чего. Сейчас мы действительно предлагаем расширить преподавание истории 20-го, 21-го века. Значит, действительно надо наступив внимание уделить концепции этого периода. Юрий Петров абсолютно прав, когда сказал, что да, 21-й век нам нужно угрыбать, 21-й век концепция прописана в общем-то неплохо. Что в концепции прописано на мой взгляд очень плохо, это период с 45-го по 91-й год. И если мы сейчас собираемся расширять преподавание этого периода, надо будет просто этот раздел переписать. Сейчас противоречивого и явно не соответствующего современному уровню развития науки и понимания того, что происходило в 20-м веке, когда мы были сверхдержавы. Поэтому хорошая работа, его еще пробудла и готов предложить своего кучи. Если меня слышит. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Прошу выступить Анатолия Васильевича Туркунового, ректора Московского государственного института международных отношений. Пожалуйста. Спасибо, Сергей. Ну, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что работа наших соратников Юрия Александровича и Анагановича чуть поплодотворным, потому что мы видели концепцию на первом этапе и видим, как она серьезно изменилась. самое главное, как мне кажется, я вот здесь не могу согласиться с Алексеевичем Никоновым, как мне кажется, именно постевоенная история нашего Отечества прописана достаточно специально и интересно позволяет учителям истории живо и более того, дает возможность изучая события 40-х и 50-х годов поговорить о периоде современном, который, конечно же, в этом смысле очень интересен как период стабилизации нашего развития, как период инновационный, период очень креативный, который, конечно же, использовал и удачный, и удачный опыт. Вот мы в 2014 году культурно-исторический стандарт утвердили, показал, что он, но есть несовершение, то, в всяком случае, замечательен, и встретил и понимание, и поддержку исторического сообщества, учительской общественности, и учебники, которые были написаны, опираясь на этот стандарт, конечно, они на уровень выше, чем то, что существовало до сих пор, это признано всеми, но тем не менее, мы видим сегодня, что, конечно, появляются и новые артефакты, появляются и новые гипотезы, появляются и новые свидетельства, и так или иначе, даже замечательные учебники написаны, надо что-то добавлять в эти учебники, может быть, даже какие-то оценки менять, но вообще, я должен вам всем напомнить, что на нашей памяти большинства присутствующих сейчас на экране трактовка исторических событий и даже их описание менялось неоднократно, и это ведь характерно не только для нашей страны, особенно если говорить об отдельных периодах истории, так что история это же очень живое дело, и надо это понимать, но нам сегодня надо вооружить учителей истории, соответствующей концепцией, которая должна быть затверждена, это не значит, что это на 100 лет будет, или даже на 10 лет, ясно, что здесь я сейчас абсолютно согласен с Никоном, что дополнения, улучшения, изменения должны вноситься, но поскольку инструмент такой, как концепция, нужен нашим учителям истории уже сегодня, я бы все-таки предложил принять разработанную концепцию, доработанную очень внимательно, детально, я с утра сегодня еще раз в который раз прочитал концепцию преподавания, принять за основу и, в общем, рекомендовать Министерство просвещения ее одобрить, начать работать по, исходя из этой концепции, нашим учителям, а работа и российского исторического общества, российского военно-исторического общества, и вообще специалистов в истории, конечно, будет продолжаться, и ясно, что, я не знаю, через 3-5 лет у нас появятся новые идеи, новые подходы, что совершенно естественно. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Прошу выступить Ольгу Юрьевну Васильеву, заместителя-руководителя рабочей группы, председателя попечительского совета Российской Академии Образования. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я очень рада всех видеть, очень надеюсь, что в скором времени мы увидимся лично. Я благодарю, я вас благодарила много раз, начиная с 2014 года, авторов концепции историко-культурного стандарта, которая тоже имела причастность, и та работа, которая сделана, она очень большая, это правда. Если позволите, я хочу попросить сейчас, так как авторы концепции слышат всех нас, посмотреть раздел 4.2 «Ступени изучения отечественной истории в общеобразовательной школе». Может быть, коллеги, которые находятся здесь, тоже посмотрят вместе со мной. Третий тезис, третий тезис. В основной школе изучается история России с древнейших времен до 2014 года. Дальше внимательно. Здесь должны быть сформированы базовые знания об основных этапах исторического пути России, ее места в мировой истории. История раскрывается на многоуровневом основе. Дальше идет прошифровка. Для меня очень важно, что мы оставляем жесткое условие в базовый уровень. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Предпоследний абзац. Историческое образование в старших классах средней школы имеет дифференцированный характер. Образовательное учреждение предоставляет все возможности сформирование индивидуального учебного плана реализации одного или нескольких профилей обучения. Я сейчас присоединяюсь с тем коллегам, которые выступали до меня. У нас самым провальным на сегодняшний день является знание по истории 20 века. И коллеги, которые сидят здесь, прекрасно это понимают. Значит, почему вот мы сейчас допустили в этой концепции очень обтекаемую историю о том, что должны знать наши дети в 10-11 классе. В то время как до 9 класса у нас четкие базовые знания. Базовые знания по 20 веку, истории 20 века, это самый большой пробел, который есть сейчас. Все остальное можно рассказать в рамках чего угодно. Я благодарна коллегам, что коллеги правильно сказали, что давайте вернем курс истории Отечества в 4 класс, может быть, в окружающем мире, для того, чтобы подготовить ребенка к тому, что будет. Но то, что мы должны сейчас очень четко понимать, что представление, да, у нас есть разные точки. Я тоже здесь сказала, что подняются новые артефакты, мнения, которые есть, но мы четко знаем, я напомню, как делала Голландия единый учебник, я много раз об этом говорила. 7 лет шли большие-большие дебаты, и сложные вещи, которые были в истории Голландии, Нидерландов, просто шли как данный факт. Вот я считаю, что каждый школьник 10-го, 11-го класса должен точно знать, что происходило в его стране. У нас есть историко-культурный стандарт, это большое сокровище для всех историков, преподавающих в школе, которые имеют те самые важные темы, которые можно обсуждать. Но то, что допускать в концепции, что у нас дифференцированный подход, и каждая школа по 20-му веку принимает само решение, это не про это, коллеги. Я думаю, что есть время для того, чтобы это подправить, потому что оно просто противоречится тому, что мы учили до 9-го класса включительно. И это должно быть исправлено, потому что в углубленном курсе истории могут быть самые разные подходы. Академическая наука эти подходы нам дала, и мы прекрасно ими пользуемся. А вообще, оценивая то, что происходит, Сергей Евгеньевич, конечно, это большая работа, и я считаю, что эта работа должна иметь заключительный, так сказать, аккорд, и найти. Мне не удалось это делать, я очень надеюсь, что Сергей Сергеевич Кравцов сможет это сделать, найти те самые часы, потому что не может быть перерыв в осознании собственной истории сроком на 2 года. И что 10-й, 11-й класс должен изучать историю. Я благодарю коллег, которые сделали синхронизацию. И вот как раз в старшей школе, в старшей школе и в средней школе, даже в начальной школе можно, я согласна Владимир Сталовичем, постоянно подчеркивать детям, это вполне реально, это делают многие учители, о том, что происходило в этот момент и какое действительно достижение, какие этапы нашего исторического развития, что мы привнесли в мировую историю, потому что на самом деле мы привнесли очень много. И я считаю, что вот этот момент должен быть немножко доработан. Но это вторично. Главное для меня, чтобы 10-й, 11-й класс была базой не дифференциацией непонятно чего, прошу прощения, а дифференцируем на основе базы. Спасибо, простите за эмоциональность, я всегда так выступаю. Спасибо. Ольга Юрьевна за предложения, которые вы сделаны, они, конечно, должны быть учтены. Передаю микрофон Николаю Андреевичу Макару, вице-президенту Российской Академии Наук, директору Института археологии Российской Академии Наук. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Историков, конечно, очень волнует содержание историко-культурного стандарта. Мы его рассматриваем как основная часть концепции неприложения, как ее ядро. И вот мы спустя 6 лет перечитали текст, который тогда создавался в дискуссиях, в очень таком остром обсуждении многих вопросов. И общее мнение мне кажется, что это очень качественный текст, очень сбалансированный текст, абсолютно с полной научной достоверностью изложения событий, с очень ясной картиной российской истории. И такой свежий взгляд показывает, что мы не должны сильно в него вторгаться, нет необходимости его основательно перерабатывать. Конечно, 40 страниц текста по истории России для историков, которые изучают отдельные переводы, всегда каждый видит в своем переводе, что что-то написано не так, что-то хочется переписать, что-то должно быть изложено полнее, но ведь создание историко-культурного стандарта это поиски вот какого-то баланса, мы нашли этот баланс и, наверное, не стоит его нарушать. Мне кажется, что новый раздел по истории России 21 века написан очень корректно, он лишен пафосности, он раскрывает суть событий, которые происходят в последние десятилетия, очень ясно, спокойно раскрывает то, что происходит с нашим обществом. Я только не уверен, что там должен быть коронавирус присутствовать в заключении, все остальное мне кажется безупречно. Я дал некоторые замечания по той части историко-культурного стандарта, которые касаются древности. Мы, конечно, кое-что упустили и я предложил некоторые точечные включения. Скифская культура у нас оказалась забыта, у нас оказался забыт Пантикопей и у нас оказался забыт Византийский Херсонес, но это такие точечные инкрустации, которые уже сделаны, насколько я знаю, и здесь это все необходимое инкрустации включены. Что касается будущего, как мы будем работать или кто-то другой будет работать через 3-5 лет, конечно, стандарт будет меняться и я предложил бы в будущем обратить больше внимания на древность, которая все-таки у нас представлена довольно скудно и многие великие достижения культурные, которые связаны с территорией России, они практически очень эскизно даны, у нас нет полиэртического искусства, у нас нет появления колесного транспорта, который появился в эпоху бронзы на территории России, это все это есть в курсах мировой истории, которые преподаются в странах Европы, в странах Азии, но у нас эта тема немножко потеряна, может быть, это и вина, кстати, самих историков, которые занимаются древностью, которые не могут это, так сказать, донести до более широкой среды, но это работа на будущее, а сейчас я предложил бы остановиться и принять этот емкий, сбалансированный текст, который отражает современную взгляд на историю нашей страны, вот за, так сказать, текст, который будет утвержден. Спасибо, Николай Андреевич, за лаконичность и конкретность вашего выступления. Попрошу выступить председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона. Пожалуйста, Владыка. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники заседания, я сердечно рад всех приветствовать. Я хотел бы поблагодарить, прежде всего, разработчиков концепции за огромную проделанную работу и поздравить с достигнутым прогрессом. Когда мы в прошлый раз обсуждали тему, конечно, был гораздо более сырой материал, сейчас это материал выверенный, тщательно проработанный. И я хотел бы особо отметить, что очень часто в преподавании истории в прошлом перекос делался в сторону политики. То есть, прежде всего, история государства российского воспринималась как политическая история. Вот в той концепции, которая представлена сейчас, мне кажется, этого перекоса нет, и должное внимание уделяется духовно-нравственной истории нашего Отечества, деятелям культуры, религиозным деятелям. Я думаю, что это очень положительный аспект того документа, который мы сейчас рассматриваем. Специалисты отмечают социально-психологические особенности сегодняшнего молодого поколения. Это, в частности, отсутствие нравственных ориентиров, основанных на абсолютных ценностях. Это психологическая зависимость от виртуальной среды, внушаемость по отношению к идеям, в том числе, по отношению к воздействию деструктивных, экстремистских, иных опасных идеологий и способов воздействия на личность через дополненную гибридную реальность информационного пространства. Это ощущение себя в качестве взрослых при отсутствии социальной и личностной зрелости. Это неустойчивость и тревожность психики, требующие постоянного сопровождения. Это чувствительность критики неудачи, это отсутствие твердости в достижении целей. И это так называемое клиповое сознание. Вот мы все участники этого заседания, как и разработчики концепции, надлежим к другому поколению. И очень важно, чтобы при разработке концепции учитывалось в полной мере своеобразие сегодняшнего молодого поколения. это касается и подачи материала, это касается и тематики. Хотел бы обратить внимание на то, что курс истории России должен быть тематически связан не только с другими социально-гуманитарными учебными предметами, в том числе с такими предметами, как основа религиозной культуры и светской этики, как основа духовно-национальной, духовно-нравственной культуры народов России, но связан должен быть также с этими дисциплинами ценностно и мировоззренчески. Именно ценности, имеющие традиционный характер, должны быть в полной мере отражены в этом учебном курсе, а ценности эти, конечно, неразрывно связаны с религией и культурой нашей страны. Хотел бы сказать о том, что у нас есть сейчас признанная государством и поддержанная всеми традиционными религиями отрасль знания, теологии. Президент Российской Федерации говорит о важности повышения роли теологии в сфере гуманитарного знания, сбережения духовно-нравственных ценностей и культурного наследия народов России, воспитания подрастающего поколения. Цитата. Вот я считал бы, что важно привлекать теологов к разработке этого учебного курса. Но и хотел бы сказать буквально несколько слов о том, что проект концепции нуждается, как мне кажется, в еще небольшой доработке. Его, безусловно, можно и следует принять за основу, но если у нас есть возможность прислать какие-то замечания по конкретным пунктам в течение ближайших, скажем, двух-трех недель, то я бы этой возможностью воспользовался. В частности, для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Ну, вот, например, Серафим Саровский здесь попал в раздел деятелей культуры, а, конечно, он является прежде всего религиозным деятелем. Но это мелочи, а по существу я хотел бы сердечно поздравить разработчиков концепции и поздравить всех нас, что у нас появился такой замечательный документ, на основе которого, я думаю, будет в дальнейшем вестись преподавание истории в наших учебных заведениях. Хотел бы в заключении своего выступления всем нам пожелать здоровья, носите маски, не выходите раньше времени из режима самоизоляции, как говорится, береженого Бог бережет. Спасибо. Владыка, за добрые пожелания. В отношении ваших замечаний также скажу, что, безусловно, работа над проектом концепции сегодняшним днем не закончится. Рабочая группа должна обобщить те замечания, которые прозвучали и прозвучат сегодня. Кроме того, дополнительные предложения, замечания каждый участник сегодняшней встречи может направить письменно в адрес Александра Агановича Чубарьяна или Андрея Евгеньевича Петрова. Ну, а я согласен с вами в том, что мы очевидно сегодня будем иметь полное право одобрить проект концепции, взять ее за основу, доработать и в соответствии с процедурой наличие утвердить. Спасибо. Предоставляю слово Сергею Павловичу Карпову, президенту исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, глубоко уважаемые коллеги, мне представляется, что правильно, что концепцию не отменяет, а уточняет те положения, которые были сформулированы в стандарте. Очень важно учитывать, что пока еще мы не достигли того этапа, когда мы можем оценить применение этого стандарта, потому что фактически еще нет данных, свидетельствующих о преимуществах, недостатках этого стандарта, потому что многие выпускники не прошли еще весь курс с 6 по 11 класс. Это надо иметь в виду на будущее. В стандарте очень хорошо сформулированы подходы и принципы, очень правильно продумана синхронизация всеобщей истории, мне кажется, что это хорошо сделано, и абсолютно правильно сформулирован тезис об отказе от курса «Россия и мир». Мне представляется, однако, что надо остановиться на некоторых проблемах, которые есть перед всем нашим образованием. Проблема в том, что основная масса школьников, примерно 50%, выходит из 9 класса и дальше не продолжает обучение в 10-11. Это обозначает, что фактически они не изучают историю 20-го века. И это проблема. Потому что в данном случае, когда я школьнику, как председатель жюри Олимпиады по истории всероссийской, имею с ними дело, спрашиваю, о каких-то событиях школьники путают Багратиона с Баграмяном. Для них крещение Руси вопрос до или после открытия Америки. Жуков может командовать Полтавской битвой с армией. И многое-многое другое. И возникает вопрос, что же в этом случае делать для того, чтобы восполнить те лаконы, которые абсолютно очевидны. Лаконы очевидны. Например, мне кажется, что можно вернуть историю 20-го века в том или ином виде в 9 класс. Каким образом? Много дублирующих предметов. Есть мировая художественная культура, которая исключительно плохо синхронизирована с историей и повторяет историю часто. Значит, здесь есть определенный резерв. Есть такой курс, который называется финансовая грамотность. Курс вытянутый, изъятый из обществоведения, который, по сути дела, там должен иметь в виду. Многие региональные пособия по истории края часто тоже дублируют и теснят общий курс истории России. Поэтому здесь есть вопрос очень важный, что нам делать в 10-11 классе. Если в 10-11 классе будет исключительно история России 20 века, что в какой-то степени оправдано, то получится, что школьники, которые готовятся к ЕГЭ и должны ЕГЭ сдавать, начисто забудут историю предшествующую, забудут то, что было в 6-м классе, в 7-м классе. И, следовательно, перед педагогами альтернатива либо дополнительные занятия проводить, либо репетитории. И вот здесь, конечно, есть большая проблема. Мне кажется, что над этими проблемами нам надо вместе подумать, чтобы не лишать значительного количества наших школьников возможности серьезно изучать современную историю. В стандарте сформулирован вопрос о внедрении обязательной проверки учебных достижений. Мне кажется, что это уже есть. Это ВПР, выпускная проверочная работа. Ничего нового делать не надо. Надо вносить коррективы и уточнения, не обременяя излишних учителей. Еще один вопрос, это отрыв школы от музеев и выставок. Это тоже очень важный вопрос. Он связан с ценами, он связан с требованиями, очень завышенными иногда. И поэтому здесь надо очень хорошо подумать то, чтобы школьники хорошо знали реальные, материальные вещи, чтобы они могли прикоснуться к истории вживую. Это очень и очень важно. Но еще раз повторю, что сама концепция не вызывает возражения. Она продумана, она хороша, ее можно принять за основу, доработав в какие-то отдельные положения, но учитывая те проблемы, которые, несомненно, существуют. Спасибо. Благодарю вас, Сергей Павлович. Передаю микрофон Денису Евгеньевичу Грибову, заместителю министра просвещения России. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, хочу всех поприветствовать. История играет важнейшую роль в становлении молодого поколения. Поэтому практически во всех странах мира совершенственное преподавание истории школы уделяется самое пристальное внимание. Министерство просвещения произноет особую роль российского исторического общества в обновлении исторического содержания, разработке и утверждении концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Хочу выразить глубокую благодарность лично вам, Сергей Евгеньевич, и ему коллективу авторов концепции. С 2015 года все общеобразовательные организации в соответствии с поручением президента Российской Федерации перешли на единую концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Начался переход к учебникам истории, разработанным в рамках единой концепции, единой логики непрерывной российской истории во взаимосвязи всех ее этапов. С нами проведен мониторинг в 2019 году использования общеобразовательными организациями субъектов Российской Федерации новыми учебниками по отечественной истории. На данный период 96,7% обучающихся в Российской Федерации везжают в источные учебники, соответствующие концепции по отечественной истории. Вместе с тем прошло 6 лет, за которые произошли значимые исторические события. Соответственно, они должны быть отражены в новой концепции. Министерство просвещения безоговорочно поддержало инициативу Российского Исторического Общества по актуализации концепции по отечественной истории. Для этого есть все основания. Проект обновленной концепции был направлен в ведущие научно-образовательные организации для подготовки к изучению. Это и Федеральный институт педагогических измерений, институт стратегии развития образования Российской Академии Образования. Мы уверены, что общими усилиями в ближайшее время нам удастся не только подготовить обновленный документ, но и нормативно закрепить статус концепции преподавания учебного курса в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу по итогам ее актуализации в Российском историческом обществе. Хочу отметить, что вопрос совершенствования концепции преподавания учебного курса истории России напрямую перекликается с принятием поправки в Конституцию Российской Федерации по сохранению исторической памяти. Внутри страны противодействие искажению истории. Еще раз хочу выразить глубокую благодарность, желаю всем здоровья и всего самого быта. учебного Большое спасибо Денис Евгеньевич. Передаю микрофон Владимиру Николаевичу Рудакову, главному редактору журнала «Историк», учителю истории одной из московских гимназий. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Евгеньевич, добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, как учитель московской гимназии 15.05, я хочу поблагодарить разработчиков концепции, потому что целостное представление об историческом процессе, мне кажется, это то важное, это то важная составляющая работы учителя, которая формирует, собственно говоря, всю повестку, как мы иногда говорим, о преподавании истории. Чтобы не тратить время, я бы остановился только на том, что, мне кажется, важно уточнить при доработке этой концепции. Мне кажется, еще с советских времен сохранился у нас подход к изучению событий, предшествующих Великой Отечественной войне, когда процесс, период, начало Второй мировой войны рассматривается отдельно от всего хода событий Великой Отечественной войны. Вот в свете того, каким нападкам подвергается сейчас история этого периода, в свете того, что было сказано по этому поводу и президентом России, и, видимо, в то, что будет опубликовано в его статье, посвященной 73-те победы, мне кажется, целесообразно пересмотреть такой подход деления истории Второй мировой войны на две части, как бы часть, которая до 41-го года и часть, которая после 41-го года, до 45-го, а все-таки предложить школе и школьникам некое целостное видение того, как развивались события в этом направлении, как складывалась обстановка в Европе и в Азии накануне Второй мировой войны, показать роль Советского Союза в поисках путей преодоления этого кризиса и в этом смысле не разрывать тему внешней политики Советского Союза перед военный период и, собственно говоря, тему Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. В этом плане, может быть, имеет смысл посмотреть на опыт раздела стандарте, историко-культурном стандарте, который называется Россия в годы Первой мировой войны, с тем, чтобы вот как-то вот в этом направлении построить и разговор о Второй мировой войне, чтобы у школьников, и я здесь соглашусь с коллегами, которые говорили о важности того, что в 11 классе это будет обсуждаться и в 10 отдельно, чтобы у школьников сформировались ответы на те современные вызовы, которые здесь, ну, давайте называть вещи своими именами, брошены нашей стране, для того, чтобы у них было собственное представление, и оно выработалось в таком целостном плане, и они, по крайней мере, для себя могли дать ответы на эти вопросы. Здесь я понимаю, что вступает в противоречие, может быть, немножко хронологической составляющей, содержательной, но мне кажется, это тот случай, когда можно найти здесь определенный баланс для того, чтобы дать школьнику представление по ключевому периоду истории России, XX века. Вот, наверное, вот так. Спасибо еще раз огромное за приглашение и за ту работу, которая была проведена. Николай, спасибо вам. Передаю микрофон Оксане Александровне Решетниковой, директору Федерального Института Педагогических Измерений. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, благодарю вас за предоставленную возможность от лица Росуборноотзора ФИПИ принять участие в этой дискуссии, безусловно, очень важные и интересные. Значение подготовки и принятия концепции преподавания истории, естественно, нельзя переоценить, это просто трудно сделать. И хочется отметить, что редакционной группой была проделана очень большая и значительная работа по структурированию текстоконцепции. Из явных положительных сторон представленного к обсуждению документа хотелось бы отметить следующее. Взаимодействие специалистов нашего института с учителями, в том числе учителями истории и общества знания, это десятки тысяч учителей в год, показывает, что в процессе перехода к линейному изучению истории определенную проблему вызвало планирование изучения истории в 10-11 классах. Поэтому однозначно положительной стороной является представленная в проекте концепция распределения вот этого сложного и объемного материала по истории 20-го века в 10-11 классах. Но поддержу здесь Ольгу Юрьевну, которая озвучила требования изучения на базовом уровне для всех, но вместе с тем напомню, что стандартом общего среднего образования предусмотрено изучение истории на двух уровнях, на базовом и углубленном. Соответственно, нужно продумать композицию изучения истории на углубленном уровне в 10-11 классах. Второй значимый для учителей истории и для нас момент — это представленный в проекте концепции модель синхронизации отечественной и всеобщей истории. Это тоже был проблемный вопрос, в том числе и для учителей. Конечно, не могу не остановиться на вопросе промежуточной и итоговой аттестации по истории. Не первый год в профессиональном сообществе, в российском историческом обществе, в ассоциации учительской историков обсуждается вопрос обязательности процедуры. Обсуждается вопрос обязательного ЕГЭ или других процедур. Безусловно, обязательность процедуры, которую мы сейчас увидели, прописанной в соответствующем положении концепции, только приветствуется. Мы всегда это поддерживали и Министерство просвещения, и Рособорнадзор, и мы также готовы это реализовать. Но обращу ваше внимание, что весь диалог о введении обязательного ЕГЭ по истории несет существенные риски, как социального, так и организационно-технологического характера. И в частности, уважаемые учителя присутствующие поймут, что есть риск девальвации содержания учебного предмета в связи с тем, что содержание необходимо будет адаптировать к минимальному уровню освоения предмета. А в настоящее время контрольно-измерительный материал ЕГЭ по истории все-таки рассчитан на дифференциацию наиболее подготовленных абитуриентов и отбор их с хорошим глубоким знанием истории на это направлен настоящий ким. Поэтому поддержу действительно мысль и идею о том, что использование того инструмента, который сейчас уже есть, превращение его и придание ему другого статуса, возможно, допуска государственной итоговой тестации по аналогии с итоговым сочинением в 11-х классах, по аналогии с итоговым собеседованием в 9-х классах. Это будет ровно та процедура, которая будет обязательно для всех выпускников, но тем не менее на базовом уровне мы будем понимать очевидную картинку. И в заключение добавлю следующее, коллеги. Для Рособранадзора, как федеральный орган власти, который отвечает за разработку инструмента для государственной итоговой тестации, для ФИПИ, критически важным документом был, есть и остается историко-культурный стандарт. Именно он позволяет нам отбирать фактуру, исторические источники для составления заданий. Поэтому Рособранадзором и ранее на наших встречах были озвучены предложения придания историко-культурному стандарту соответствующего нормативного статуса. Просто жесткого стандарта, коллеги. И в этой связи мне представляется, и мы обсуждали это с Рособранадзором, мне представляется объединение целей принятия концепции предметной, которая, к сожалению, по опыту принятия других концепций по другим предметам не имеет нормативного статуса, носит некоторый рекомендательный такой просветительский характер для учителей. Этого мало, коллеги. Я бы призвала подумать о том, как объединить историко-культурный стандарт с концепцией преподавания истории в один нормативный документ, обязательный, как закон для использования всеми образовательными организациями. Я не буду тратить время на перечисление некоторых направлений доработки действующей стандарта, действующей, простите, концепции. Да, безусловно, ее можно и нужно принимать за основу. Некоторые направления мы передали в редакционную группу. Единственное, скажу, что безусловно, необходимо отфиксировать концепции исторической фактуры, которая подлежит освоению в начальной школе, в объеме предмет окружающий мир. Это до сих пор не определено и вызывает определенные сложности. Некоторое сокращение текста и приведение ему к стилистике нормативного документа также требуется. В остальном, безусловно, с этим документом можно и нужно работать. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Оксана Александровна. Сергей Михайлович Шахрай, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, у меня такое ощущение, что коронавирус сделал ваше обсуждение гораздо содержательнее. В хорошем темпе, с хорошей подготовкой. Ну, конечно, в этом есть доля юмора черного, но тем не менее. Я в кратчайшее время представлю свои письменные предложения и Андрею Евгеньевичу, и Александру Рогановичу. Со многими прозвучавшими здесь предложениями согласен категорически. Хочу обозначить одну проблему. Собственно, как декан Высшей школы государственного титула НГУ, который полтора десятка лет принимает абитуриентов по их знаниям истории, прежде всего истории России, и обществознания. Я хочу поднять тему, что вот та работа, концепция, которая действительно близка к завершению на основе нашего стандарта, должна быть также синхронизирована, может быть, скоординирована с курсом обществознания, со школьным курсом обществознания. Иначе одни и те же школьники видят и учат совершенно как бы разный материал, часто не бьющийся ни по фактуре, ни по методологии. Это не тема нашей рабочей группы концепции, но это тема для Министерства просвещения, но и в целом для качества образования в школе и в университете. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые коллеги, к сожалению, мы должны завершать наше сегодняшнее обсуждение проекта концепции, но не завершается ее обсуждение в целом. У нас еще есть время для того, чтобы, во-первых, обобщить те предложения, замечания, как я уже сказал, которые были сделаны сегодня. Есть время всем участникам нашей сегодняшней встречи при необходимости представить в рабочую группу в письменном виде предложения, которые мы сегодня в силу дефицита времени регламенты не смогли услышать, поэтому в завершении я хотел бы попросить членов рабочей группы доработать проект концепции с учетом прозвучавших замечаний сегодня, которые поступят в ближайшие дни, ну и на общем собрании Российского исторического общества, которое состоится 23 июня, мы, я уверен, сможем найти время для того, чтобы дополнительно обсудить проект этого документа. Но сегодня я хотел бы попросить вас все-таки выразить нами, участниками сегодняшней встречи, принципиальное отношение к подготовленному проекту, концепции, выразить это мнение посредством такого электронного голосования. У нас у всех имеются пульты в виде планшетов или других компьютеров, поэтому я попрошу сейчас операторов подготовиться, включить режим голосования, ну а нам всем собственно осуществить голосование, поставив голосуя за, против или воздержав. Прошу включить режим голосования и всех проголосовать. Идет голосование. Спасибо большое подавляющим большинством. Результаты покажите, пожалуйста, вы видите покрупнее, если это возможно, на экраны. у меня нет, мне не выведено. Отличный результат. Результат хороший. Сколько? 95% за. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней встречи за, по-моему, очень конкретное и продуктивное обсуждение. попросил бы членов Президиума Российского Исторического Общества задержаться на 5 минут для того, чтобы обсудить сегодня коротко совсем некоторые моменты подготовки к общему собранию Российского Исторического Общества, которое, как я уже сказал, состоится 23 июня. Попрошу остаться Александра Ганчича Чубарьяна, Андрея Генча Петрова, Сергея Павловича Карпова, Николая Андреевича Макарова, Юрия Александровича Петрова, Анатолия Васильевича Туркунова и Сергея Михайловича Шахрая. Еще раз всех благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok